Ну что, Владимир Владимирович, пойдемте. Вам нравится брать, да, такую выпечку, малышу? Нравится, какой-нибудь бомж, ну, бомж какого-нибудь в заднице поковырялся, потрогал булочки, вы их берете, будет еще скучно. На здоровье? А вы почему опять не фасуете? Ленитесь? А что, почему? Или просто расслабились? Так, я, наверное, двумя руками буду. Булочки, похоже, никак не утренние, во-первых, они ледяные, а во-вторых, они деревянные. Наверное, дня три назад сделаны. Вот я не понимаю, два раза их оформили, стали фасовать, что произошло опять? Почему перестали просфаршовывать? Я не понимаю. Ну, наверное, богатые. Что-то странное, никто с администрации пока не бежит. Обычно они впереди планеты всей уже здесь. Это тоже ледяная булка. Это вот она всю ночь здесь лежит, всю ночь. Мухи, тараканы, наверняка и мыши. Тут же столько грязи. Она же слетает, вот эта вся, жмых весь. Да, вы будете учить меня, как мне продукты брать? Все нормальные люди, не как свиньи в себя ведут, а берут упакован, да. Вы должны упаковывать, наверное, товар, нет? Пас тараканов нет, у вас мух нету. Законов вы не знаете, да? Выставите еще что-нибудь, я, наверное, тоже все это в мусор вводю. Нормальные люди. Сколько эти булочки лежат уже здесь? Неделю? Какой неделю, они все свежие. Свежие? Когда свежие? Это сочники, они тут песочные, они булочные. И когда они приготовлены? Сколько? Вам никто, вы молодой рук? Да я не вам, друг, я просто... Это я себе взял, какие проблемы? А, вы себе взяли? Ну, только что? Как хочу, так и выбираю. 24 число, 11.02. Вот яйца. А 26 числа? То есть 24 плюс 5, получается 30. На 5 дней просрочены яйца. И, видимо, это целая телега. Целая, вернее, упаковка. Ты меня снимаешь, не снимай меня. Почему меня не снимаешь? Ну, так вот, вам говорят. Ну, вам же сказали, отойдите. Отойдите отсюда. Мы производим виде фиксацию. Вы лезьте в кадр. Вы там матерились, я зафиксировал ваш мат. Ну, на входе. То есть вы сюда специально подходите, провоцируете. Я вас попросил, что если вы не хотите попасть в кадр, просто отойдите и все. Мы сейчас отойдем. Мы сейчас отойдем. Мы сейчас отойдем. В смысле? Ну, мы уже сняли. Все мы сняли, не переживайте. Если кто-то и будет подстраиваться, явно не мы. Сколько за такое говнецо? О, 200 рублей. Сейчас я это приобрету. Все, иди к оплате. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы не хотите признать правонарушения? Не хотите объяснять? Ну, не мне, а зрителям, которые посмотрят, которые посмотрят на вас. Вас не будете объяснять. То есть, я правильно вас понимаю, вы считаете, это правильная продажа хлеба? А? Ну, у нас есть постановление компании, по которому мы работаем. Вы живете по постановлениям компании или по законам Российской Федерации? Я же работаю в компании. Но вы живете в Российской Федерации, в первую очередь. Все вопросы к нашему вышестоящему руководству. А вы не вышестоящее руководство? В данный момент нет. Вы здесь как? Как просто, да? Я администратор магазина, но такие вопросы я не решаю. А сейчас есть кто-нибудь в магазине, кто решает эти вопросы? Нет. А будет сегодня? У нас, пожалуйста, на стойке для покупателей есть номер директора магазина. Анна, смотрите, любой покупатель, когда приходит в магазин, он имеет право пообщаться вживую, да? Конечно. Не надо посылать там на деревню дедушки, там номер телефона. В любом случае есть человек, заместитель, там, ну, в данном случае, видимо, вы, который решает вопросы конфликтные с покупателями. Правильно? Правильно? Нет. Нет. Если вы не можете этот решить вопрос, я предлагаю вызвать вам директора, да? Либо он вам даст консультацию, как себя вести. По поводу реализации этого товара, у нас мы берем протирательные журналы, они дополняются. Также мы можем... Хорошо. Вам известен такой технический регламент таможенного союза номер 022 дробь 2011? Вот неизвестен. Неизвестен. Я вам рекомендую его почитать. Он касается маркировки. Вот любая продукция, которая подлежит реализации, подлежит упаковке и маркировке. Вот на данном хлебе нет никакой маркировки, когда он изготовлен и тому подобное. То, что у вас есть бракеражный журнал, ну, это я могу вам на слово поверить, могу не поверить. Я вам могу его предоставить. Ну, предоставьте ради интереса. Хорошо, спасибо. Попросил, чтобы вы позвали Анну, администратора, которая ушла за брейкеражным журналом и пропала. Где она? Сколько ее ждать? Час, два, десять? У нас сейчас прям по товару. Подождите, она сказала подождите и ушла за брейкеражным журналом. У нее нет возможности сообщить, что покупатель ее не ждал? Сейчас узнаю. Пускай придет и скажет это прямо. Что тут еще набрал? Рыбку просроченную, да, ну вот покажем. У нас еще рыбку просроченную. Погрызки. А она тут, внимание, говорит, что она какая-то соль. Сейчас чек покажу. Купил, да, уже? Да, купил. Ну, не повезло тебе, что могу сказать. Почти 240 рублей. Да. Это за одну пачку или за две? Ну, это за две пачки. Две пачки купил, да. Угу. Люди уже подходят спрашивать, а что вы будете с яйцами делать? Нет. Ну, по идее их надо утилизировать. Ну, я вижу, что желание есть прям их забрать, не отходя от кассы. Да, да. Вот еще замечательный баночок. Я так подозреваю, что 40 год назад закончился. Они заклеили. Угу. Вероятнее, что, может быть, какая-то дата и была. Потому что я, честно говоря, не вижу. Я смотрел. Не более 45 суток написано. Ну, здесь должна быть дата изготовления. Будем до науют, к сожалению, нет. Ну, если она тут и была, то она, видимо... Ну, скорее всего, про срок. А на самой банке нету, да? Ну, на самой банке не пишут. Да они все бы взяли. Скажи вот этот баночок. Ну, вот этот товар не подлежит реализации только по тому принципу, что отсутствует срок годности. Невозможно установить. Все, запрещено его к продаже выставлять. Заклефсировалки и баночки. Ну, да. Ну, это как? Бамбаш называется? На таком питании продавать банки, я не считаю, нормально. Сахаров Александр Васильевич Старший. Сахаров? Александр Васильевич Старший. Хорошо, хорошо. Да не на них. Масло Денис Анатольевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова